в этом ролике я расскажу про новенький doom military мое имя олег вы на канале beer hunter вес данного арбалета 3 и 9 килограмм скорость вылета стрелы на обычных 43 плечах 100 метров в секунду на усиленных 152 метров в секунду длина арбалета 81 сантиметр размах плеч в невзведенном состоянии 34 сантиметра во взведенном 28 с половиной поставляется этот арбалет в шикарном деревянном ящике армейского образца и это не какая-то подарочная упаковка прям стандартная то есть если вы решите купить себе этот арбалет он к вам приедет в этом крутом ящике теперь давайте поговорим про особенности этого арбалета про какие-то фишки которые я думаю многие заметили а какие-то и не заметили и конечно же первое что бросается в глаза это то что арбалет обратный обратный значит что что у него колодка находится ближе к стрелку чем тетива что гарантирует замечательный баланс этого арбалета потому что самая тяжелая часть арбалета колодка находится между двух рук следующее это необычная система тросов тут четыре троса и хорошо что хотя бы тетива 1 я так думаю что эту систему придумали как раз таки для того чтобы избавиться от бегунка потому что именно в бегунке происходят и наибольшие потери энергии и наибольший износ троса да потому что в бегунке два троса с большой силой прижимаемый друг другу и к направляющей труса навстречу друг другу соответственно там быстро изнашиваются а некоторые производители вообще догадываются в этом месте трос еще и обматывать что создает дополнительное трение но так или иначе тут трос крепится к колодке с этой же стороны от направляющей то есть блоки связаны между собой только тетевой и из-за этой системы для того чтобы блок не перекрашивала когда вы взводите пришлось сделать тросы с двух сторон сверху и снизу и сразу хочу сказать то что тросом ну типа выглядит страшным длинным непонятно на самом деле тут все просто здесь он наматывается на бок вот здесь шпанек он по сути фиксирует этот трос а вот эта часть она не работает выстреле но эта часть нужна для как раз таки для того чтобы вы могли настраивать это место чисто для того чтобы вы могли подкрутить тросики и все и больше ни для чего она не нужно следующее о чем хочу сказать это планка вивера точнее две планки вивера сверху и соответственно снизу сверху она отличается тем что она очень длинная по моему ни на одном арбалете такой длинный не видел снизу но снизу в принципе стандартная планка для того чтобы могли туда цевьё там фонарь штык нож перекрепить все что вам заблагорассудится следующая это прижимная планка точнее тут используется щеткой как и в принципе на всех топовых арбалетах потому что щетка делает выстрел тише я честно говоря немного пользовался арбалетами вот с таким такой прижимной планкой поэтому не могу сказать как себе как эта система в принципе работает но теоретически это лучше чем стандартная прижимная планка также наверное к приятным мелочам можно отнести что стремя тут обычная но прорезиненная поэтому она не звенит тут в комплекте уже идет прикольное удобное удобное что важно цевьё и регулируемый приклад я думаю говорить про то что арбалет выполнен качественно хорошо отфрезерован смысла нет потому что арбалет премиальный он просто не может быть по-другому сделан но что я бы хотел отметить так это потрясающую деревянную рукоять она прям очень красивая и выполнена из дерева не из пластика из дерева соответственно это придает какой-то премиальности но и к тому же зимой дерево но ну я думаю все прекрасно что дерево гораздо теплее чем пластик и чем металл также у этого арбалета мягкий спуск несмотря на то что у него стоит система bullpup для тех кто не в курсе система bullpup это когда спусковой крючок переносится от замка то есть тут стоит специальный рычаг который передает усилия вот отсюда от спускового крючка на замок хотя на мой взгляд на самом деле можно было бы перенести еще вперед потому что даже с моим ростом 170 если что приходится выдвигать приклад на максимум для того чтобы было удобно целиться если перенести его вперед то было бы конечно удобнее и комфортнее во всем но в принципе и так неплохо ну и естественно арбалет оснащен защитой от холостого выстрела для тех кто не в курсе поясню с арбалета кс лука нельзя стрелять без стрелы потому что вся энергия уходит обратно в арбалет и вот тут если вы взведете это балет вам нужно будет вставить стрелу и только после этого вы сможете снять арбалет с предохранителя для того чтобы выстрелить ну и последнее из особенностей это то что такой арбалет нельзя взвести руками у него в комплекте идет специальный натяжитель с помощью которого вы будете изводить этот арбалет вы можете не пугаться это вполне нормальная практика к тому же даже те арбалеты которые можно взвести руками если мы говорим об охоте да и в принципе о любой точной стрельбе надо взводить натяжителем потому что все мы люди кто-то правша кто-то левша у кого-то спина руки развитые у всех по-разному и поэтому при взведении возникает перекос и чтобы этого избежать как раз все и рекомендуют использовать натяжитель тут просто руками не сможете взвести ну давайте я что ли выстрелю а то вы напишите что тут рассказываешь и не стреляешь соответственно берем наш натяжитель накидываем цепляем за тетиву это я когда вам рассказывал про систему предохранителя нащелкался короче когда взводить арбалет предохранитель должен всегда быть в режиме огня иначе арбалет не зайдется берем стрелу на стреле всегда есть перо одно перо другого цвета двите два черных одно белого соответственно вот это выделяющееся перо мы вкладываем в направляющую и до упора затягиваем стрелу ну прям очень мягенько стреляет но за счет вот этой обратной системы у этого арбалета вообще нет одачи я думаю даже на усиленных плечах где обычно на арбалетах появляется одача я думаю тут она даже не появится потому что сейчас я вообще ее не заметил плечи вместо того чтобы как на обычном арбалете знаете они живут так стоят соответственно их после выстрела вперед кидает и вот эта инерция есть по сути отдачи тут у нас одно плечо летит вправо другое влево и соответственно с но они друг на друга давит она стрелка вообще никак ничего мы не прилетает никаких вибраций то есть в этом плане прям вообще все круто ну я думаю на этом все всем пока